Минюст отказался признать иностранным агентам народную артистку СССР Аллу Пугачёву, не нашли оснований. Во всяком случае, такова официальная версия. Напомню, запрос с просьбой признать её таковой делал депутат и фрик Журавлёв. Ну вот этот вот персонаж, вы его много раз видели. У них что с мозгами? У них первый порно этот балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает, можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Это печально. Которому, как по мне, место точно не в Государственной Думе, может быть в цирке, может быть на рынке. Может быть вообще в Доме печали, но не в российском парламенте, причём не я один так считаю. Депутаты Госдумы, давайте-ка просыпайтесь, хватит уже рассуждать про пропаганду ЛГБТ, про всякую ерунду. Проблем ВО. Вот только что вам сказали. Дольщики, аварийная, вода, дороги. Какие пропаганды ЛГБТ, господи. Ну да мы отвлеклись, так вот Алла Борисовна Пугачёва не и на агент. Твёрдо и чётко. Ой, что тут началось? Ударенные по голове телевизором скрипцы, давай визжать в соцсетях. У них не просто подгорать стало, у них прям взрывы под хвостиками случились. Да как такое может быть? Да чем она их подкупила и бла-бла-бла. Хочется сказать всему этому истеблишменту. А ты кто такой? Чтобы вообще вякать в сторону народной артистки Советского Союза, даже не России. А Советского Союза тебе уже и в Минюсте сказали захлопнись. Сядь и помолчи. Вот именно. А по поводу чем она их подкупила? Ну, во-первых, это очень серьёзная тётка Голыба. Хотя моськи на слонов гавкать у нас привыкли, поэтому переходим сразу к во-вторых. А говорюсь, это лишь моё предположение. Так вот, думаю, компромат у артистки имеется. В том числе на очень-очень больших дяденек и тётенек. Ну вот чтобы было понятно. Помните, в прошлом выпуске говорили о том, что самопровозглашённые элиты в нашей стране очень любят развлекаться, тусоваться. Причём делать они это любят с размахом. Чтобы дорого богато. Чтобы звёзды первой величины в одной компании. И с ними, ну вот, видимо, и попали эти господа, например, в объектив фото или видеокамера. А там кадры. На которых и великий нынешний борец за мораль и традиционные ценности занимается чем-нибудь не совсем моральным. А то и вовсе не совсем чур меня чур традиционным. Объясняйся потом, что зашёл не в ту дверь. Ладно, это реальная журналистика. Повеселились. Пора бы и о чём-то серьёзном поговорить. Поехали! Сначала небольшое некоммерческое объявление. Дело в том, что нас опять оштрафовали. На этот раз по линии Роскомнадзора, который в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений. Два нарушения связаны с использованием нецензурной брани. Хотя где наша программа и где нецензурная брань? Кто-то из вас когда-нибудь слышал брань с моей стороны в эфире? Ну вот специалисты РКН узрели. На самом деле в названиях нескольких программ проскочило вот это. Я пытался доказать в суде, что она вообще-то аллегория и игра слов, но... Не получилось, не фортануло. Кроме того, мы не подписали одну из запрещенных в России организаций. Как раз вот и забыли подписать, что она запрещена в РФ и вообще-то признана террористической. Но законодательство так быстро меняется, что я уже не успеваю отслеживать, кого запретили, признав экстремистами, террористами и так далее, а кого нет. Итог 26 июля состоялся суд и присудили нам штрафы в трех номинациях. Общая сумма там, слава богу, не очень большая. Порядка 40 тысяч рублей, спасибо, что не по верхней планке. Тем не менее, на одни штрафы работать довольно тяжело, в связи с чем обращаюсь ко всем. Если поможете, буду признателен, любая копейка под спори. А сбор, как обычно, проводим через донат-аллерт. Ссылку вы сейчас видите на своих экранах. Также оставлю ее в описании к данному видео и в закрепленном комментарии. Почему снова через донат-аллерт? Ну, потому что это, во-первых, прозрачно, а во-вторых, что важнее? Оно является некой страховкой от всяких пакостников, которые могут... Ну, вы поняли. Еще раз, ссылка будет в описании к данному ролику на ютюбе и в закрепе. Спасибо. И мы продолжаем. Ну и давайте к делам нашим. Скорбным. Кремль отказался считать своей ответственностью систематические прорывы дамп в России. Президент Путин не занимается вопросами состояния гидротехнических сооружений в регионах. За это отвечает кабинет министров и власти на местах, заявил пресс-секретарь главы государства Песков. В этой связи мы не можем оценить, является ли проблема аварий на Беломорканале или в Челябинской области системной. В общем, подытожил Песков, вам надо к местным чиновникам обращаться с такими вопросами, ну или в правительство, к Мишустину. А я тут ни при чем, а я тут ни при чем, совсем я ни при чем, а я тут ни при чем. Напомню, 29 июля прорвало дамбу на Беломоро-Балтийском канале в одном из округов Карелии. По данным МЧС, произошел разрыв временной песчаной перемычки ОКАК, которую установил подрядчик, реконструирующий данную плотину за 2,5 миллиарда бюджетных рублей. В результате хлынувшего потока вода снесла несколько жилых домов вместе с людьми, как минимум один погибший, более 10 пострадавших, несколько человек пропали без вести. Короче, плотины нет, просто ее, просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома, дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока, информации нет, что вот смогли, по слухам, пособирали. Как-то вот так. За три дня до этого, 26 июля, аналогичное ЧП произошло в Челябинской области, прорвало плотину на Кеолимском водохранилище. Площадь зеркала водоема полтора квадратных километра, объем 6 миллионов тонн, является источником питьевой воды для города Карабаш. КОНЕЦ Пострадавшие, конечно, тоже были, как и ущерб. Затоплены несколько населенных пунктов, размыта федеральная трасса. В зоне подтопления оказался 150-тысячный город МИАС. Агломерация свыше полумиллиона человек. Оттуда пришлось эвакуировать сотни жителей. Да что-то МИАС в самом Челябинске аукнулось. Улица Энергетиков, 27 июля. Здесь создан оперативный штаб по решению проблемы подтопления. Но вчера в всяких каналах передавали. Здесь куча техники разной со всех районов прибыла. И еще из других городов. Но вот такая картина. Серьезность произошедшего и сумму ущерба от тех прорывов пока оценить сложно. Равно как и посчитать точное число пострадавших среди людей. Про флору и фауну вообще молчу. А я тут ни при чем. А я тут ни при чем. Зачем я ни при чем. Но самое поганое это ведь стало уже какой-то традицией даже. Давайте вспомним, как всю весну мы с вами практически в режиме нон-стоп наблюдали как под воду. Точно так же уходил другой уральский регион и Оренбургская область. Сперва Орск утонул. Затем и сам областной центр. Целый регион, блин, с огромными городами. Счет пострадавших там вообще шел на десятки тысяч наших соотечественников. Потерявших за несколько дней все. По той же причине прорыв дамбы. Власти и пропаганда сперва отмалчивались. А потом как понесли какую-то дичь. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил. И проложил какую-то коммуникацию для сброса сочных вод, допустим, в Урал. Но, посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. Еще раз, для тех, кто на бронепоезде. Всего за полгода в разных местах страны одна за другой грохнулись сразу несколько полотен. Причем не на речке Бобровке запруда потекла. Мы говорим о ЧП. Масштабы которых угрожающие. Мы говорим о тысячах пострадавших. Даже о десятках тысяч в Кремле. Не понимают, системная эта проблема или не системная. Действительно, вдруг совпадение. Ну, не понимает. Песков не разобрался в ситуации. У нас две тысячи сотрудников администрации. Две тысячи. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает. Кто ему это поручил? А впрочем, чему удивляться? Выборы прошли. В ближайшие шесть лет мы с вами, как электорат, будем невостребованы. Потому, ну какой смысл сейчас кремлевским обитателям бежать впереди паровоза? Брать на себя какую-то ответственность? Ведь если возьмут, получится, что вроде бы, как и признают, да, вина высшего руководства страны в случившемся есть. Не доглядели, не доработали. На рейтингах, опять же, оное может негативно сказаться. Зачем? А так, Россия большая. Растянута на 11 часовых поясов. В этой связи у нас, у россиян, нет такого ощущения, что вся страна – это единый, цельный организм. Ну, согласитесь, для жителей условной Тюмени, условной Хабаровск – это вообще где-то на другой планете, в районе Австралии, блин. Поэтому мы и живем так. По принципу, меня оно не касается, и ладно, я вообще в Чите нахожусь. А то нет, какая-то Карелия, где я не буду никогда. Я-то тут при чем? Ну и второй момент. Турского человека ведь память-то как у рыбки. Два дня прошло, и все забылось даже самое страшное. Ну, чтобы далеко не ходить, спроси сейчас любого. Когда произошла трагедия в Крокусе? Да без помощи Яндекса или Гугла мало кто вспомнит, а ведь тот кошмар. Мы пережили совсем недавно, ладно. Не хочу продолжать, выводы делайте сами. Это была «Реальная журналистика», сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйтесь темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok